Девушки отдыхают 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 И очень много спортсменов бегут в Америку. Там на них большой спрос. На втором месте, конечно же, боксеры. Ну что, неплохо начинает первый раунд наш дебютант, легионер из Киргизии Мурбек Малабехов. Пока что на равных сражается с кубинским упрадителем. Так, пока что после первого два боя, рахунок 1-0. Кто кого приборкает, это на данный момент великое задание. Будем надеяться, что украинцы-атамани это сегодня сделают. Подарают Украине вот таки святы, перемогу над Кубой. Хочу у нас там сегодня будут сказать, что 4 легионера было. Такие новые правила в святой серии бокса. Можем право, как и все другие команды. Так что, знову ж таки, с каждым годом эти правила изменятся. Багато нового в святой серии бокса появляется, развивается всесвятая серия бокса. Ну, вот впервые мы будем видеть и знакомиться с Малабеховым. Пока что, что следует сказать, до руководства, до керевництва, так, атаманев, всех, кто боксует под эмблемой, так, украинских атаманев, до жодного из них запитания нема. Да, мы видим сейчас посложнее соперник у украинских атаманов, я имею в виду Энди Крюса. Хотя так, лишь на риг старший, если так раховать, он по преднему своего суперника. Ну, было Малабехову сильно легко, как мы видим, хотя в целом раунд где-то ровненький, но вторая половина трехминутки была за кубинцем. Так по мне, посмотрим, как сейчас ее оценят судья. Но этот бой будет выиграть намного сложнее, чем предыдущий. Смотрим на повтори. Такие впечатления, ты знаешь, что, кажется, что и одного взрослого кубинец и представитель команды атаманев. Но такой размах рук серьезный, я бы сказал, у Энди Крюса. Что так визуально и не скажешь, когда идут у розмин, как-то так тримают на дистанции, он делает этот последний крок назад и пробивает на встрече, пока что тяжело с этим бороться Малабехову. Это был лишь первый раунд, и обидвы сделали свою ставку на скорость. 19 на нашу коричность Малабехова, снова таки мы впереду, но заряженный Энди Крус. Да, неожиданно, честно говоря, я думал, дадут этот раунд кубинцу. Ну, когда раунды ровные, то, в общем-то, тут и стены должны помогать. Надеемся, что именно это и происходит. На дальней дистанции старается держаться Энди Крус. Хороший джеб у него. Низко опускает голову Малабехов. Реферит сделала замечание. На рівень. Магается у швидкости не поступать у себя Энди Русь. Набагато більше, чтобы сказать, что работает корпусом. Энди Крус. Энди Крус. Сложный второй раунд, еще более сложный, чем первый для Малабехова. Снова преимущество в фехтовании за кубинским боксером. Вовремя он встречает. Рефери мы видим уже набагато більше, чем за пять на встрече. В раунде в первой встрече. Так вы видели. На встречу пропустил Малабехов. Ну вот, еще неплохо ответил справа. Все-таки больше шансов появляется у Амурбека, когда он оказывается на средней дистанции. Ударные комбинации приносят ему успех. Так, с дальней, конечно, фехтовать очень сложно, с кубинцем. Ну вот, кубинец, таки выражение, ты знаешь, что намагается выдегнать как раз на эту дальнюю дистанцию. Выражение, но шансов у него больше. Амурбек намагается пернати петь цю левую руку, петь цей джеб. Не было нокдауна, зацепился за ногу соперника. Легионер. Ну что, концовку кто будет вырабатывать? Так, ну, ничинное закінчение. Такое выражение, так, очень спокойно завершили этот раунд. Суперник, и так, что очень тяжело. Такие прямые влучения от Малабехова. Но были такие уже более тяжкие удары от кубинца в сравнении с первым раундом, сяка двоечка пройшла. Не те, что было в первом раунде. Такий был важным, был второй раунд для Малабехова. Больше начался работать вот этот хлопец. И, как мы и ожидали, отдают все трое судьбе этот раунд Энди Крузу. Спорить не будем. Пока что паритет. И все будет решаться в следующих трех раундах. Брус Тадеев на ваших экранах. Все мы его помятаем. Не боксом объединен. Так. Есть у нас хлопцы, если так сказать, которые могут побороться. Так. Поэтому приклад даже глядачей сегодняшний. Напоминаем, что в следующем поединке выходит единственный украинец по паспорту в сегодняшней пятерке. Владимир Матвичук против очень сильного кубинца есть не Раталяда Лопеса, с которым дважды в свое время встречался Василий Ломаченко. Мы еще об этом поговорим. Ну а завершит сегодняшнюю трансляцию вечера бокса Сергей Корнеев против Эриснанди Костилля Савона, племянник Феликса Савона. Так, Эриснанди Савон сегодня заветал в Киев. Дуже мы его с Вячеславом очікували, коментовали его двобой. Но так, знаете, посмотрите на него бокс с двух-трех метров. Это всегда другая вещь. Сегодня Сергей Корнеева, которого мы очень давно не видели, который нам подарил перемогу над Клементом Руссовом в предыдущем сезоне. Так же мы ожидаем. Дуже серьезный бой будет у главной категории 91. Ну и так же сейчас ані Малабеков, ані Энді Руис, Энді Руис, Энді Круз. Гомес не хочет отдавать один-одному перемогу, но в лучшем все равно залишается Малабеков. И вражение, что кубинцы не выспались. Ну на самом деле они приехали заранее, загадя. И первым, что они сделали, выйдя из аэропорта, спросили, где спортзал. Они сразу хотели приступить к тренировкам. Очень ответственно подошли к этой матчевой встрече против нашей команды. Ну и можно сказать и о нашей пятерке. Заранее наш тренерский состав подбирал лучших боксеров, которые смогут конкурировать с кубинцами. Мы готовились ответственно. Все боксеры на конче заспи проводили спарринги на базе, где готовятся наши ребята. Единственное, Сергей Корнеев готовился у себя дома в Белоруссии и прибыл лишь за пару дней для поединка в Украину. Завершится третий раунд, где начали рассказать про кубинцев. Все ж таки, когда они вышли из аэропорта, они нашли зал. Но надо сказать, какое их удивление было, когда они зашли к зале бокса, тут в центре Киева, и встретили Василия Ломаченко. Найбільше удивился как раз Толеду Лопес, который, генедович, уже встречался с Василем. Ну и так говорят, что так ледь руки не опустились. Когда он увидел Василия Ломаченко, подумал, ну не уже такая подстава? Да, это было, конечно, неожиданно для кубинской команды, особенно для Лопеса. Действительно, наверное, там мысли такие были, потому что теоретически можно приглашать боксеров, профессионалов раньше, во всяком случае, можно было. В этом сезоне, по-моему, уже профессионалы не имеют права выступать, но все равно Лопесу там... Ух! Аухнулось. Ну что? Наверное, 8-10 туды. Да, один судья дал такое серьезное преимущество кубинцу, и вырывается Энди Круз Гомас. Так, ось вам и третий раунд, так как мы начали казать. И так выходит лише первый раунд. Так, выиграя у нас Малабеков, не залишает запитаний. Уже два-три раунди, другий, третий, точнее, раунд. Все не так просто для Малабекова, уже и поступает. Попереду четвертий, пятий раунд, треба выигравать. Малабеков начинает вмикать силу, додает, точнее, силу до своего удару. Попереду четвертий. Разумеет, где-то там, возможно, и досвеченный Мельник подсказывает, что дружат. Тут уже не все так просто. Давай, вмикайся, треба выигравать. Да, если в первом раунде Кубинец, наверное, где-то привыкал к сопернику, изучал его, то начиная со второго, мы видим небольшое, но преимущество есть. У него он больно разнообразно атакует. Хотя мало в чем иступает ему. Как бы бой не закончился, можно сказать, что качественного легионера пригласили в нашу команду. Ну, так, слід нагадать, то, что появилось в этом сезоне, что мы не мали права запрошивать легионеров из тех стран, которые берут участь в всесвятной серии боксу. Потому что, ну, конечно, первое вопрос будет, почему мы кубинцев не взяли, жодного. Ну, таке правило, Куба принимает участь в всесвятной серии боксу. Жоден кубинец не мает права боксовать за другую команду, кроме Кубы. Ну, на прикладе Кубы, так само, украинцы, там, мексиканцы, россияне, все. Да, ну и не больше 8 боксеров-легионеров в команде позволяется иметь сегодня аж 4. Мы увидим. Так, вы чуете, Михаила Мельника, поднимает руки, не можно. Так, закінчивает левой рукой, вымагает, но, ну, ты знаешь, и где перед левой рукой, чуя Моробеков тренера, но постоянно ревается на джет, но довгие руки соперника. Да, можно понять сейчас наших тренеров, их эмоции. Вот очень ответственная матчевая встреча против лидеров не только нашей группы, но и в целом всемирной серии бокса. Напомним, в прошлом сезоне кубинцы впервые приняли участие в боксерском чемпионате такого формата и сразу одержали победу. Хотя в этом мало кто сомневался. Кубинцы, как и раньше, являются одной из сильнейших боксерских наций. И все это заслуга не только кубинских тренеров, но и тренеров бывшего Советского Союза. Многие, наверное, знают. Такие фамилии, как Андрей Червоненко, Константин Градополов. Это тренера, которые в свое время, в 60-х годах, поехали по обмену опытом на Кубу и многому научили кубинских ребят. Тот же Червоненко отыскал такого таланта, как Теофила Стивенсон. Именно он на него обратил внимание. Но потом, в дальнейшем, Теофил Стивенсон стал трехкратным олимпийским чемпионом. Как и Феликс Савод, применника которого мы сегодня увидим в пятом поединке. Я думаю, что из того, что мы видим у обоих боксеров, и Малабекова, и Гомеса, сил хватит на пятый раунд. Но тут больше будет зависеть от мышления, от того, что они будут демонстрировать в ринге. О, а там кровь пішла носом, я так понимаю, как раз у представника украинских катаманов. Он сейчас спинует до нас и не влучает. Знаешь, что-то очень прикольно заряжается на этот удар. И еще следует обратить внимание, что он очень долго выходит из этого удара. У эти 2-3 секунды, за которые Кубинец встигает 2-3 удара провести. Очень важно, чтобы Малабеков сейчас работал первым номером и активно провел этот раунд. И тогда есть шанс, что даже если раунд будет ровным, тут нам помогут домашние стены. Очень хотелось бы одержать уже вторую победу в этой матчевой встрече. Потом захочем третью, четвертую, так? Да, в целом для победы в этой матчевой встрече нужно одержать 3 победы из 5. Тогда мы получим 3 очка. А Кубинцы еще ни разу не проигрывали. Они даже два поединка еще не проигрывали. Не те, что два поединка из 5, я имею в виду, за один вечер боксер. Максимально, что в них забрали, это один пункт, то есть 4-1. Это максимально, что было. Пока что можем мрять про 3-2 на нашу пользу. Супер-раконом будет. Было бы очень неплохо. И мы сейчас очень близки, что, в общем-то, тенденцию поломаем непобедимость кубинской сборной. Багато сейчас, до речи, залежит и от Малабекова. 2-0 идти перед третьим поединком будет очень-очень приятно. Но последнюю минуту это нужно вырвать. Мает идти вперед Малабеков, пропускает, но и идет вперед. Что до физики, вы знаете, уже можно сделать висновку. Вистачить у Малабекова на 5 раундов. Да, однозначно сил хватает у обоих. И вот тут немножко приостановился почему-то Амурбек. И свой коронный удар в этом поединке Гомес. А этот джеб использует очень эффективно. Нужно обратить внимание на это Малабекову. 30 секунд. Трошечки додати, чтобы не залишить запитания у судей. Что до переможца, вот так вот идти вперед. Не хватало, не хватало, не хватало пропускать. Там провалился с ударом Малабеков. И тут уже развил свою атаку кубинец. Но не нужно останавливаться. Последние секунды нужно проводить активно. От них будет многое зависеть. В целом раунд ровный. Читрошечки встанет секунды, но пяты в атаку. И бой закончен. Ну что, поднимает руку Энди Круз Гомес. Но что об этом всем думают судьи, мы сейчас с вами узнаем. 2-2 по раундам. Так что, от того, кому дадут в пятой трех минутке победу, будет зависеть исход этого поединка. В пятом раунде, знаешь, за последнюю минуту, здаясь, так нахопался Малабеков, как за все четыре раунди. Не сгиб. Зупинився, так, на нижках, я так понимаю, Малабеков. Трошечки не вистачило, все одно, швидкость. Но мы понимаем, проводить первый, пятый раунд на одном уровне могли только Василь Ломаченко и Василь Ломаченко, мабуть. Да, не хватает, конечно, таких зубров, монстров украинским атаманам. Но у нас есть подрастающее поколение, у нас есть легионеры. И напомню, задача у нашей команды занять не ниже третьего места для выхода в следующий круг. А там у нас же серьезная боротьба. А то, о чем мы говорили, не хочется так нагнетать, но хочется сказать, что мы должны победить всех, потому что Россия там уже наступает. Мы чувствуем ее поддых уже после предыдущего кола. Если сегодня победим кубинцев, мы все равно всех. Приятно, мы все равно. На это можно рассчитывать. Ну, давайте слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А ну! А.К РУУС ГОМЕМ 1-1 Да, ну будем объективны. Все-таки пятый раунд был за кубинцем, так что претензий у нас к судейству нет. Хороший бой для Амурбека Малабекова. Напоминаем, что для него был этот дебют в всемирной серии бокса за украинских атаманов. Бой он провел неплохо, где-то чего-то не хватило, наверное, все-таки опыта. 1-1 сравнивает кубинцы счет в этом матче. Ну и будем ждать Матвейчука, который уже за несколько минут появится тут у ринзе. Дождитесь и не преминайте. Оставайтесь с нами.